Утро на Елисея Город приходит в себя после крупнейшего пожара, и теперь состоятельные граждане могут позволить себе каменные дома. Уже к 1927-му в Красноярске сразу 17 таких зданий. Строительство двухэтажного особняка купцу Яковлеву обошлось примерно в 1200 рублей. В пересчете на современные деньги около полутора миллионов. Ну а цены, например, на продукты по тем временам были копеечные. Так что постройка серьезно ударила по карману хозяина. Зато от такой красоты невозможно было оторвать глаз. Проекты чертежей, по которым возводился дом, архитектор нашел в специальном альбоме собрания фасадов. К ним были особые высокие требования. Фасад должен был соответствовать правилам благолепной архитектуры. В 1822 году было принято решение о создании Енисейской губернии. Красноярск был определен как центр Енисейской губернии. Естественно, как уездный центр уезда, он получает статус столичного города и, безусловно, придается большое значение внешнему виду города. На сегодняшний день вот жилых зданий такого типа у нас в городе осталось четыре. Дом – образец русского классицизма, в основе которого были каноны античного зодчества. Формы простые, декор лаконичный, композиция симметричная. Главный фасад разделен на три части. Центральный выделяется не только объемом, но и треугольным фронтоном. Над каждым из окон второго этажа, который симметрично расположен по всему зданию, имеется небольшой карниз. А вот на первом окна, наоборот, утоплены в характерной для классицизма неглубокие ниши. И хотя в то время общество присытилось барочной роскошью, тем не менее особняки украшали. Просто по-другому. Например, дом купца Яковлева был отделан своеобразным фризом, состоявшим из триглифов, то есть вертикальных желобков и чередующихся с ними пустых участков стен. После смерти купца Ивана Яковлева дом переходит его супруге Просковье и приемному сыну. В одной из обиходных книг был указан размер усадьбы. 13 сажень по улице большая и 37 вглубь усадьбы. Кроме двухэтажного каменного дома сюда также входит каменная кухня во дворе, а еще амбар и конюшня. Характерной особенностью было и то, что главный вход находился во внутреннем дворике. Строгие требования к фасаду компенсировались вольным проектированием внутренней части, так что, глядя на внешний облик, нельзя наверняка угадать, какие и сколько именно комнат в доме. К сожалению, потомкам Ивана Яковлева также перешли его долги, которые они только увеличили. И в 1936 году особняк перешел в казну города. Позже там на долгие годы разместилась Енисейская аптека. Сегодня здание полностью реконструировано и является объектом культурного наследия Красноярского края. Изучали его Анна Троегубова и Константин Шубкин.